Добрый день, в эфире наша историческая программа Я сразу же приветствую основного гостя Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея Вятского Государственного Университета Евгений Альбертович, день добрый Здравствуйте Новым годом с наступившим С серым, с проходящими праздниками И с грядущим днём советской печати Советской, ну сейчас российской называется Завтра будет отмечаться 13 января Это дата Детой инерции Ну, для вас тоже во многом профессиональный праздник Много лет 30 лет Много лет было посвящено 30 лет журналисты Ещё начиная с советской статьи Вот это мы Ассоциации Куда идёт современная журналистка Это, наверное, отдельная тема Если я сейчас начну То в основном мы не поговорим Да, в основном Но у нас сегодня тема основная Довольно интересная Затронем такую любопытную сторону нашей жизни Одежда То, во что мы одеёмся И то, во что одевались Кировчани На протяжении последнего полувека Полстолетия Зимой Зимой именно Зимнюю моду сегодня затронем Сегодня такая настоящая зимняя погода Морозная Ну вот я смотрю на прогноз В воскресенье уже ожидается минус 6 Но сегодня действительно Минусовая температура не даёт застаиваться на одном месте Надо двигаться Двигаться, чтобы не замёрзнуть Ну и вообще По моде, да По зимней одежде Можно о многом судить Можно Как жила, как развивалась страна Что выпускалось Что было востребовано Вот сегодня давайте пройдёмся по всему Ну да, вот я удивляюсь Я тут какой многограммный Я и за Парфёнова Общая история Я за Юрия Гейка Это автоистория Сейчас я ещё и за Васильева Это история моды Но тем не менее Тема интересная Вот для меня Она тоже была Весьма любопытной И уже о моде был разговор Но это было о моде Об общей моде Стиляги Клеши там, джинсы и прочее Вот зимняя мода Это такой отдельный вариант Отдельная тема Поэтому вот я посмотрел Она тоже заслуживает Пристального внимания И даже изучения Тем не менее Сегодня вот первый зимний день Это уже практически Половина зимы прошла Вот сегодня такой Шёл я по улице Бодрящий морозец Вот я первый раз Честно говоря Зимние тёплые вещи Я достал из шкафа Вот сегодня в них и пошёл И смотрел В чём народ идёт Ну народ Несмотря на Как говорят Затянувшийся Ридис одет Красиво Неплохо Усматриваются Последние тренды Это максимальное Облегчение одежды Это Мембранные Гормолыжные Курт И лёгкие Стёганные Там на Тинсулейте И это Пальто там В общем Сегодня всё соответствует сезону Но вот я подумал А если на бабушек посмотреть А бабушки На бабушек посмотреть А бабушки Это вообще потрясающее явление Бабушки Пальто Которые ходили в старых шушунах Чёрных До земли В платках Они уже вымерли Класс Ну может быть Ещё где-то в районах Можно найти Сейчас просто идёт Девушка На неё Смотришь Сзади Что это такая Фигура Боже ты мой В джинсах Всё обгоняешь Поворачиваешься А там бабушка Лет семидесяти идёт Ну хорошо Людей Если бы они Мгновенно Перенеслись бы Скажем Пятидесятые Шестидесятые Годы И примерили Ту зимнюю одежду Которую носили тогда Ну я знаю Только по снимкам По фотоснимкам По снимкам Представляешь Во что это Ну в принципе Там десятилетиями Наверное Мне так уж много Всё менялось Это тяжёлое пальто Или шубы Это скользящие На глянцевой подошве Ботин или сапоги Это вот В шинели Надо было стоять Выпрямившись Тяжёлые шапки Вот Не знаю Сейчас наверное Шубы Уже висят В шкафах Там Поедаемые молью За невостребованностью Но Тем не менее Вот как-то ушла Вот эта эпоха Тяжёлой Массивной Ватной Одежды Ушли И многие И это Приметы Времени Вот я подумал Что вот раньше Когда было мало Машины Ещё к примеру В 80-е В 90-е Представьте Когда приходили в гости Вот Это сейчас Ну 100 рублей Такси Доехал Приехал Всё А тогда Особенно Вот даже Сегодня погода Минус 20 Здорово морозец Приходя в гости Да Мы тут же С порога Сняв Сапоги Они мчались С юзами В ванную Там Или Или в туалет И изгибая Сейчас И снимали С себя Толстые Толстые Ритузы Потому что Ездить В общественном Транспорте И всё А теперь Уже Не знаю Такой предмет Одежды Он уже Мало Популярен Хотя С другой стороны Вот И раньше Были Наверное Люди Продвинутые Вспоминается Один случай В Зиму 79 Года Это ударили Внезапно Внезапно Вот ещё Днём Было Где-то Около 10-15 А потом Ночью Ударили Морозы До Минус 40 И я Вышел На перекрёсток Улицы Попова Был в гостях Вот и был Лютый холод У меня была Шуба Ну Не толстая Но всё Вот ощущение Было Что я голый И народ Шёл пешком Был такой Морозный Туман Была ночь Там горели Фонари И народ Но не ночь Ещё часов 11 было Но ещё не ощутили Масштабов Атастрофы Народ Смотрю Двигается Очень народа Пешком В сторону Воровского Я Поинтересовался Это Лопнули Троллейбусные Провода И пошли с нами Всё равно Транспорта не будет Вот мы идём И впереди Идёт силуэт Ой В тумане Силуэт Высокий Потом шагов Там 20 Силуэт становится Низ Потом идёшь Снова силуэт Высокий И дальше Силуэт малень И мы когда подошли То оказалось Что впереди Шла дама В дублён Такой хороший Модный дублён И в колгот Вот она Минус 140 Она пробежит Шагов 20 Ноги замерзают Она приседает И сидит Согревается Потом снова встаёт Снова бежит И всё Случай запомнился Это был Январь Да был Это был Онец декабря Перед Новым годом Раз ударили Новый год встречали Вы помогли нам Ну как мы и поможем Не будем же мы И растирать Лен На улице Вот Поэтому моды были разными Но были Красивые Были и ужасные Сейчас мы поговорим И об ужасах Нашего города Вот навятка Всё-таки Что происходило Ну начнём Как ни странно В войну тоже Моды формировались Вот я обычно С 50-х Начинаю Годов Потому что Тогда уже признаны И моды Уже признаны И отосоциального Там Социальный Примет Социального Неравенства Страна постепенно Расправляла крылья После войны Вот Что определяло Ну во-первых Трофейные фильмы Начали крутить С 43-го года Когда даже В Ирове Стали смотреть И Ага В чём там Ходят И как там Вообще женщины Трофейные В смысле зарубежные Трофейные Да Немецкие И итальянцы Привезены Француз Во-вторых Вот было такое явление Все представляют Ленд-лис Это поставки Там Тушон И там Студебээрф Виллесов Вооружения Ещё Самолётов Ещё чего-то Но Ленд-лис Это было много И для Работников Тыла Как бы сейчас Назвались Снабжались Сэндхендом То есть Америка Которая Я замечу Была союзником Вот не все знают Вот сейчас Что была союзником Во Вторую мировую Если не знают Знаете Посылали Жители Еём Сидывались И отправляли Огромные Контейнеры С одеждой Там В основном Бэушной Конечно И поэтому Раздавали Вот не в чем Было ходить А ходить было Не в чем От слова совсем У писателя Нашего Бориса Ирекова Замечательная история Про Госпитали Времён войны Когда Сделали выговор Докторше Одной Что она В халате Ходит домой А у неё Оказалось Что не было Платья Вообще Вот у неё Была шинель И халата Под халатом Видимо Только бельё Она вынуждена Была Вот поэтому Таким людям Которые Оставались без всего Это было Масса эвакуированных Раздавали Американс И секонд-хенд Поступавший По ленд-лизу Поэтому Мода Формировалась Вот и Из этого Тоже Ещё было Такое явление О котором Мало говорят А вещи Они до нашего города Доходили Эти Конечно Раздавали Даже и в школах Потому что Не в чем было Ходить И на предприятиях И всюду-всюду Это была Всегда И немалая помощь Ещё такой момент С началом войны Была масса Эвакуированных В том числе Из западных Областей И даже У нас И области Люди разных Профессий Но Образовалось Немало Очень профессиональных Портных В том числе И евреев Портных Которые умели Делать Вещи На европейском Уровне Вот это Это всё Ещё что-то Десятилетиями Слишком вызывающий Наряд Что у вас Слишком Рот Юбка Или пальто Какое-то Не наше Американс Или ещё что-то Это ещё до всяких стилях Повод для конфликта Прохладно Листья опали И вот дети Причём Дети маленькие У них такие Шапочки Не знаю из чего Типа этих Лётных шлемофонов Рот Пальтишки И штаны На лямках Причём Штаны выше Олен То есть Вот представляете Там Ну где-то Около нуля Или даже На минус градус Ребён Одевают Гольф И ботин И голый Олен И штанишки С лямками И пальто Вот Почему-то Я не знаю То что надо было Утеплять Не утепляли Тем не менее Кто ходил В этих штанах Сейчас уже Кстати выражение Наверное Забылось Раньше Ещё в мою молодость Говорились Алаго Штаны на лямках Сейчас уже Да Я помню Такое выражение Студенты Студенчества Конечно Есть Фотографии Студентов И Вот И У тех вузов Которые вошли В состав ВятГУНа Ещё В том числе У института Студенты В огромных Широченных Штанах А вот Представляете 50-е годы Студенты Жизнь в общаге Общага Комната Человек На 6 На 8 И Одеть Нечего Одного И вот Когда студент Например Знакомился с девушкой И шёл на свидание То его одевали И пировали Всей комнатой Кого-то были Штаны без дыр В 50-е годы Кого-то был Хороший пиджак Кого-то был Галстук Кого-то было Шап Вот И Собирали Вот это ушло Но это было Это вот Мне даже Мои родители Рассказывали Что-то таким образом Причём Ботинк И вот И точно так же Там девушку собирали Может быть Да Я платье Я платье Говорят Взяла У Нади Теперь я буду Как Марина У Влади Вот Обрали Там и платье Но Ботинк И чистили Интересно Вот Чтобы были Блестящие Лаковые Вот Особенно зимой Это разжевывали Сахар Потом выплёвывали Вот на ботинк И растирали Это всё Масса застывала И корочка Получалась Прокрытие Да Это было В 50-е годы Ну Про уголовную моду Очень Конечно И Подождите То есть В 50-е Вот Тенденции моды Они всё Вот ещё Были как раз Из тех фильмов Приведённых С 40-х И даже Пока Они сохранились Очень долго Тенденции Вот этих С 40-х годов Это я уже В 60-х Даже в 50-х Вот даже Представьте Знаменитый наряд Гурчин Да Она спелая Про 5 минут 5 минут То Это был Значит Мода Стиль Нью-Йорк 47-го года Образец Платье Ого Вот 47-го И тогда Беда была в том Что Если у нас Даже начинали Что-то шить Если начинали Если это было Конечно Достойное Внимание То Во-первых Очень сложно Было Модель Запустить Надо было По всем При планах В экономике Согласовать Получить Найти фурнитуру Подрядчиков Это 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 И запускали Вначале Это может быть Было интересно Но потом уже Все это Безнадежно Устаревало И потом Десять лет Это не менялось Это вот Гнали У нас На заре Там Еще На каких-то Фабриках Вот Гнали Эту одежду Это Сохранилось Аж до начала Девяностых Когда Висели Там Десятками Пальтой Навят Говорят Польты Польты Висели Сижу в пальце Которые Гнали В этой Плановой Экономике Десятилетиями Не Не меняя В общем Легкая Промощность Национальная Только по названию Легкая На самом деле Еще Интересно В 50-е годы Полно было Людей Служилых То есть Военные Милиционеры Даже Пожарные И прочее Им выдавали Не только Форму Но и Сейчас уже Люди Забыли Что это Выдавали Отрез На шинель Или Даже кожу И все Причиндалы На сапоги И Вот Дамы Многие Очень шили Очень красивые Но сапоги Не сапоги Назывались В 50-е годы Ботильоны Это И ботинки На штурках Вот Если муж Служил Он отдавал Свою Хромовую кожу И были Сапожники В частности Возле Завода 1 мая Даже По-моему Начинал Из пленных Немцев Кто-то До 50-х годов Отличный Сапожник Он даже Имел Право Там Работать Свободной Мастерской Вот Он был Знаменит На весь Город Он шил Вот эти Легендарные Ботильоны Вот Зимнее Пальто Женское И конечно Доходило до Абсурда Что Описано Ум Любимого Мною Кабакова Любимого В ранних Романах Кабакова В частности В этой Шкатулке Что Когда Уже В 50-е годы Мода И из трофейных Каких-то вещей Складывалось Привезенных И из Ленд-лизовских И Где-то Раздобытых И вот Привезли Роскошные Эти Ночные рубашки Пеньюары И вот Видимо Одной даме Подарили И она Приперлась На светскую Вечеринку В Ночном Пеньюаре Спутав его С бальным Платьем Забавно Получилось У нас было Но вообще Было забавно Особенно Когда Собирались Военные Ладно Там военные Образца 60-х 70-х Все-таки Там уже Ближе Цивилизации Были И все Когда Вот эти Галифе Снимали Там Без сапог Галифе Со штрипами Внизу Пояс Там почти До подмышек Высок И на одной Шлевке Там сзади И Да Вот они В таком виде Это считалось Естественно Но сейчас Мы просто Не поняли А как Собылными Магазинами С магазинами Одежды В 50-60-х Практически Практически Было Уже Понятие Достать Вот что-то Что-то Добывали Но Была Очень Развита Сеть Ателье И частных Портних В частности Вот В доме Где я жила В детстве Отец 86 На первом Атаже Сидела Женщина Звали Анна Абрамова Вообще Вот она Была инвалид Она Сидела На окне И шила Постоянно Платье Она шила Атрисам Драмтеатра Шила Работницам Там Или женам Об Ома Там Каким-то Известным Людям Преподавателям Все У нее Очень были Выпры И это Шло Все 60-е Годы 50-е И вот Услугами Таких Классных Портных Да и по городу Вообще Ходили Передавались Фамилии Мастеров Высочайшего Класса К ним Была Запись Сейчас Наверное Нет У ательера Это все Снивелировалось А то Портной Закройщик Закройщик То есть Если в то время Получить профессию Портного То без Хлеба Ты бы не остался Конечно Вятским Зайцевым Не стать Было Но Тем не менее Какой-то Доход Можно было Иметь Вот так Мы дошли А еще Была Мода Красивая Была Мои родительницы 50-е годы Это знаменитые Чернобурки То есть Это шкура Целой лисы Вот можно было Прийти в платье Облегченном Но Это обязательно Мех Почему-то Лиса Она Готовед Я знаю Что она Серебристо-черная А ее называли Чернобурка Это такой Ну Черно-серый С отливом мех Вот Эта штука Не пришивалась Она была С хвостом И с лапами И с мордой Иногда с глазами Просто Да Накидка была На плечи И лапами У шкуры Завязывалась На груди Вот Зоозащитники Носили Его была Чернобурка Это Не знаю Там даже С чем сейчас Сравнить Был Предмет Зависти Это дорого стоило Ой безумно Конечно Все меха У нас Несмотря на Наличие Каких-то В 60-е годы Получило С переездом сюда В НИОЗ Открытием Факультетов Открытием Зонихи Развитием Фабрики Бел А вот Меховая промышленность В 60-е годы Но она ведь На 90% Работала На оборонку А что-то Вот Здесь было Все по остаточному Принципу Но тем не менее Даже В 70-е 80-е Когда приезжаешь Из Москвы В родную вятку То видишь Насколько Здесь Зимой С точки зрения Там наличия Мехов Люди Одеты богаче Чем Столица Там видимо И студенты И приезжие И случайные люди И местные И теплее зима И тяжелее достать А тут Факторы зима Холодные Меха рядом И Ну мы К этому Придем Давайте 60-е годы Так Мы перешли Снова В 60-е Ну Еще в 50-е После визита В 50-м В каком-то В 50-м Году По-моему Мао Цзэдуна В России Итайцам Стали Братья Наверх В очередной Раз И сейчас И хлынули Итайские товары Но тогда Эти товары Не были Этим ширпотребом Как сейчас Все по 50-х Признак 60-х годов Это и тайские В том числе Шубы Зимние У мужчин Вот они Натуральные Натуральные Причем Отстегивалась Подкладка Меховая И чтобы Можно было Верх постирать С опюшенными Они были Синие С молниями Очень добротные Ричневые Яр Их рассветок У нас же Если даже Не Дублен То полушуба Он крылся Черной Ирзой В лучшем случае Походил на рабочую одежду А вот эти шубы Они Все это Сделали Имидж Начала 60-х Вот и мужчинам Да и женские были И это И шап И там Лисии Входили в моду Их было Их было достаточно В продаже Этих вещей Конечно же Нет Нет Это все так Дефицит существовал Тоже приходилось Если что-то Выбирать Конечно Вряд ли Уж там все это было Но если Типичная 60-х Вспомним Операцию Это вот Типаж Рот Полу Никулин Давицин Маргунов Зимой Один Рот Полу Пальто С хлястиком Это вот На Маргунове Это вот Как раз Типичная мода 60-х Бушлат Не бушлат Пальто Не пальто Были И кожаные Вот Мне Подарили Недавно Такую вещь Кожаную Она стоила Безумно дорого Из 60-х Вот я Это все Специальным составом Пропитал Размягчил Примерил Она как раз По мне Но Я бы не рискнул Не ходить Потому что Действительно Это вот Клом Тяжело Надо очень Но тепло Да вряд ли Вряд ли Кожа Она Несмотря на Толщину Многие же Убедились После Волны Вот этой На коже 90-х Что кожа Она в принципе Холодная Всегда От ветра От дождя Зимой К тому же Там байковые Подклады Были Да Этот самый Витцын Это длинная Мохнатая Длинная Мохнатая Шуба Листья Листья По-моему Да Листья Или там Лепесец Какой-то Что-то Тоже Вот Было и Значит Никулина Это курточка Уже Спортивного Такого Покроя Ближе Студенческая И шапочка С помпоном Вот этот Ну и Конечно Прибежал Шурик Тоже В каком-то Постовом Тулупе Но Вполне В таких Тулупах Ходили Потому что Дублен И это Вошли в моду Даже Стали Культовой Одеждой Как раз С Конца 60-х Это Уже Семидесятым И Даже Там Пробрежная Загадка Была Дублен Что это Такое Вот А Так как Не было То у нас Там Доставали Эти армейские Белые Тулупы Красили Их Где-то Вот Шили Или Просто Ходили Ну они же Очень плотные Армейские Да Сочин Считалось Он почти Дублен Там Какой-то Воротник Пришивали Благородный И Все Это Давайте Ближе К 70-х В плане Моды Зимней Перейдем Уже После Небольшой Рекламы Давайте Рекламу Прервемся Евгений Питунин Историк Руководитель Музея Авиатского Университета Продолжим Через Полтора Минуты Ностальгируем Мы тут Потихоньку По советской Зимней Мозе Евгений Питунин Историк Руководитель Музея Ветго В общем Тот человек Который Многое Из того О чем Рассказывает Имел В своем Гардеробе Не имеет Силы Но вот Сегодня Не рискнул Прийти В том же Рожане 60-х Годов Потому что Я просто Не дошел Я упал Наверное Лежал И замерзал В нем Где-нибудь На углу Правительства Уменьшение веса Одежды Это одна из тенденций И подвижность Мобильность Могут 70-е годы 70-е пришли Эпоха уже многим знакома Мои старшие классы Мое студенчество Ну конечно Символ Символ Ну возьмем фильм Тот же Ирония судьбы Лех Дублен На Мехкове Итальян Или француз Она зимой не согревала Вряд ли бы Он даже московскую зиму Себя комфортно чувствовал И это конечно Знаменитые Шапки Грибки Из Длинногорсного Меха Это лиса Или песец Ну конечно Эталон Это набрыльс Всюду фотографии Многие брали Но конечно Не все походили Набрыльс В таких шапках И причем В 70-е Они были Конечно Грубые Там изнутри Был какой-то горшок Тяжелый И вот это Сидело на голове Консервная банка А сейчас тоже Вот снова Мода вернулась Я поглядел Внутри Вязаная шапочка А сверху Вот такой же Грибок И очень хорошо Сидит и мягко И все такое Но тем не менее Сапоги чулки Появились Тогда же Эти Расслоение Было Сапоги Дефис Чулки Сапоги чулки Это была Большая платформа С облуком Таким копытом Потом Подобие Такого Лакированного Галоши Или ботинка Без шнурков И такое Из чего-то Мягкого Из кожи Молодого Дерматина Такая мягкая Субстанция Потому что Рабоче-крестьян Ну да Такое Для народа Попроще И вот там Стоял типаж У меня Челюсть от висла Конечно Это был реликт Из 70-х То есть У него была Искусственная шуба Надо было Зафотить И в инстаграм Да И у него была Искусственная шапка Причем он себя Вполне комфортно Но Даже вот Судя по наружности Я Так на него Долго смотрел Он не производил Впечатления Сильно пьющего человека Но тем не менее Он вполне естественно Себя чувствовал Вот оказывается В Кирове еще что Можно поискать И можно найти И типажи Вообще Вот это Время массовости Вот все вот эти 60-е 70-е Даже 80-е Надо было быть Как все Если все носили Брюки и клеш То тебе нельзя было Выйти в дудках Потому что Ты как идиот Смотрелся Если все Дамы носили Облук Там Какой-то Сапогич И с толстым Каблуком На шпиль И выйти Ты уже И поэтому Никакой индивидуальности Да По улице Идешь И Индивидуальный подход Кругом Очень редко Вот что-то Вот эти Найденные Перешитые Дублен И вот что-то Все Одинаково И она стала Меняться Конечно Только В 80-м Ну Шапки Еще была Загадка Из зимних времен Что такое Бомбры стоят А кроли и идут Это Демонстрация 7-го ноября Бомбрячий шапки На трибуне Работа Класс В кроликах И в искусственных Идет Мимо них Еще писк В 80-х Это белые сапоги Это Ездили специально В Москву Ездили Добывали белые Женские сапоги Это из какого материала Кожа Кожа Кому повезет Но в основном Кожи Сейчас не было Это сейчас пишут Эко-кожа для еврозимы Вот вошло понятие Еврозима Это все что было До сегодняшнего дня Я понимаю Еврозима То есть если перевести Эко-кожа Для еврозимы Это Сапоги Из кожи Молодого дерматина Для слякоти Одноразового На нормальный Тот же собой Кожа На нормальный язык Для не слишком Морозной погоды Вот Ну Синтетик Это конечно Несогревающий Кремп лентам И прочее Но 70-е Интересная мода Вот в 80-е Пошло Такое смешение Стилей Вот смотришь По крайней мере Мода 70-х Она не вызывает Смех И не вызывает Отторжения А смотришь На моду 80-х Вот все эти Известные Уже появились Там наши Которые не слезают Со сцены До сих пор В новогодние И все наши Эти Артисты Которые там Демонстрируют Свои искусственные Органы И прочее Там пари И вот они В модах 80-х Они смотрятся Просто смешно Не буду называть Фамилии Но это же Самые известные Появились В 80-е Первые сапоги Дути У нас завод 80-е годы Это году В 83-м Первый Вахрушевский Комбинат Выпустил Сапоги Их в Ирове Называли Луноходы Это были Дешевые Объемные Сапоги Из какой-то Синтетики И в них Вставлялись Парлоновые Носки Ноги у них Прели со страшной Силой Ну и брали Потому что Они походят На нижнюю часть Скафандра Ну да Они такие Космический Вид такой С серебром Синий Серебром Красно-синим Что-то такое То есть Это была новизна Это было продвинуто Они ломались Там подошва Была Ими-то Перегородками Которые ломались Туда Что-то Подкладывали И вот Носили школьницы ПТУшницы Зимнее пальто Песцовый Воротник Там шапочка Или платочек Вязан И вот эти Дудьи И сапоги Уже И тонень И ножон И из них Торчат Конечно Ходили К тому же Появились Уже Там стали Названия От 70-х Была знаменитая Рубашка Батни Это на кнопочках Так появился Таунгер Достать Таунгер В 80-е А что такое Таунгер Это просто Не Болоньево Курт из плащов И тоже на кнопочках Причем Дальше Аляска Там Аляска Это тоже Ну Любая курточка Из планией Аляска это вообще бренд И просто Торочка мехом Искусственным Была Это все называлось Аляска Интересное явление В Ирееве было У нас-то мало что было В 80-е годы А машины уже стали Появляться У народа Да и дороги Сделали более-менее Поэтому люди Оперировались Садились на машину И отправлялись На шопинг Куда-нибудь В Мураши В Апарина В Зуевский Район В Леспромхозы И привозили Многие Дефицитные По тем временам Речи Ну конечно Тоже мода была Если смешно смотрелись Девочки В этих дутиках То не менее смешно Смотрелись И школьники В шубах Объемных Искусственных И шапка Петушок Такая вошла В моду В 80-е Это вязаная Шапочка Вот такая Нелепая Довольно Вот И Наверное Конец Восьмидесятых Это уже Брали штурмом Поезда Иров Москва Петин Или прочее Когда Прямо из окон На перроне Продавали Эти Ну зимние Разные Кожаные куртки И прочие Шмотки Вот Ну постепенно Как-то вот Стало все Устаканиваться Постепенно Уже волна Вот этого Ширпотреба И прочие Бесвкусицы Я вас в перерыве Спрашивал Когда такой Юлия Пуховик Пуховик Появился В 80-е Залетело Что я Где-то Дочь у меня Еще совсем Совсем Маленькая Была И она Захотела Пуховик Пошли с ней На рынок На центральный Тогда Торговали Люди Стояли Прямо На улице Видимо Шили Все это По подвалам И бог знает Люди Даже Итая Еще не было Такой массовости Видимо Брали Просто Небанальные Их красили В сиреневый Фиолетовый Зеленый Синий цвет В лучшем случае Пропитывали Из баллончика Палаточной пропиткой По деревням Раздобывали Перо От куриц Напихивали И все И вот у меня Это маленькая девочка Она говорит Хочу Пуховик Такой Сиреневый Такой Все это А тетка Его постоянно Встряхивала Мне что-то Подозрительное Показалось И довольно так Я взял Там эти колючие перья Лезут Хочу Хочу С ребенком Сами понимаете Спорить Все равно Что с радио Ну хочешь Бери И вот она Вначале До дома Бежали Все Вышла на улицу Через полчаса Приходит Холодно Я посмотрел А там Этот пуховик Превратился в мешок Там внизу В подоле Весь этот пух И поэтому Каждые полчаса Надо было переворачивать Трясти Все Потом Ну были и приличные Пуховики И вот например На завод Лепс И тайские И фабричные У меня До сих пор Где-то висит Это настоящие Вот тогда уже Почувствовали Что такое Грамотная одежда Что такое Всякая Это Кооперативная Подвальная Многие вспомнят Ходили в этих Вкожаных В пару минут У нас остается В 90-е заглядывают Или уже В большого смысла нет Там уже все Там уже Смешение всего Самые кошмары Вот сейчас Ужасы нашего городка Это Вот все-таки Это Искусственные шубы Я уже говорил Еще Где-то в 80-е И в 90-е Когда уже мода Пошла на нор И когда уже там Антатра Там Хорошая Антатра Это уже не то Появились шапки формов И это был тоже Ужас нашего городка Не знаю Наверное Не всюду были Это брали Бобра Или любой мерзок Ну с целью экономии Чтобы не тратиться На ушки И на прочее Шили такой горшок Который напоминал По виду шапки Вот Как-то ходили люди Вот это был ужас У доброй части Наших слушателей Где-то там В гардеробе хранятся Вторая Это была Тема Это ужас Ужас того времени Это обувь была Без протектора Практически до 90-х Сохранялись Глотки подошвы Они научились Поэтому Конечно везде были Советы Там Рубки от пива Клей Там момент И т.д. Лешапластырь Я помню Пластырь Все это Сейчас как-то это ушло И еще интересный момент Вот Опять же Я упустил Про 70-е Почему Всегда мы в брюках В 70-е годы Ходили Да потому что Полгод импортное При зарплате 100-120 рублей Стоили 7 рублей Ну Отечественные подешевле Рвались они на раз И поэтому В брюках было выгодно Потому что Под брюками носили Рваные Лготы И женщины И мужчины Имеем в виду На теле брюки Нет Я про женские И тогда брюки И не только шить Но уже можно было И купить Вот Поэтому Даже в той же Иронии судьбы Посмотрите Все дамы Кроме этой Наденьки Все в штанах Вот А Удобно было Рваных плот А эти платья С хорошими Лготками Одевали Только на какие-то Парадные случаи Ну вот Дошли мы до нынешнего И все это Менялось Менялось И вот тут Я прошелся По магазинам Нам несколько слов Только Если Да Если И вся эта мода За полвека В основном Представляла Ну если не Ужас-ужас То просто ужас За редким исключением Там Когда добротные меха Там и что-то было То сейчас Это ужас С тремя восклицательными знаками Да Эти огромные Шмарные подвалы Без окон Набитые магазинами Где Ноль покупателей Где эти Противные Скользь И Пухови И устаревшие Десять лет назад Из Турции И Тая Еще откуда Третьи Несчастные Спящие Противщицы Потому что Никто не берет Эти И это Жал Подобие Сидок Хоть и написано 50% Это и даром Никому не надо Вот бабушки Они лучше Предпочитают И люди Продвинутые В секторах Там хоть Понятие Брендовой Хоть одежды А вот это все В нормальной стране Вы понимаете Это все бы Списали Отдали бы Бездомным В церкви Куда-то Потому что Это то что Висит В 90% Ирос Их магазинах Это никому не надо И это не будет Никогда Докуплено Это подлежит Списанию Утилизации Либо раздаче Задаром У нас такие Доходы У нашего Малого бизнеса Что они Вынуждены Искать Снижать цену Чтобы хоть Как-то Чего-то Отбить И поэтому Найти Я знаю Мучения Наши женщины Сегодня Чтобы найти Хороший товар Хорошую Горнолыжную Куртку Хороший Там На тинцу Эти Не пухови Чего-то Это надо Постараться То есть И тогда Надо было Доставать И сейчас К тому же Пришли Теплые Вам зимы Хорошие Вам комфортные Одежды Этой зимой И еще раз Со всеми Вас Проходящими Праздниками Спасибо Евгений Альберт Это так Скоро Очень было интересно Надеюсь Слушателям Тоже Я про себя Сейчас Сказал Интересно Мы обязательно Через две недели Встретимся И еще Какую-нибудь Зимнюю тему Придумаем Обязательно Как люди Время свободное Проводили Зимой Как развлекались И так далее Да? Подумаем Веселье на Руси Есть Многоточие Спасибо Евгений Питунин Историк Крэйвец Руководитель Музея Вятбелова Программа Сделанная Вяткин До свидания